В мае нынешнего года ректор Юго-Западного государственного университета подался на наши недолгие уговоры и согласился на интервью, которое будет составлено из вопросов, которые присылают посетители сайта 46ТВ. По окончании интервью Сергей Геннадьевич обещал, что через полгода мы встретимся вновь. И вот эти полгода прошли, нас ждет очередная встреча. — Сергей Геннадьевич, что изменилось за полгода в ВУЗе? Полгода назад у нас было интервью большое, обильное. Были какие-то подвижки по тем вопросам, которые прозвучали тогда? — Ну, безусловно, очень важно, чтобы наши и телезрители, которые задавали вопросы, а, видимо, это люди, которые болеют за продвижение университета вперед, эти вопросы задавали. Безусловно, мы учли в процессе работы все их замечания и предложения, которые были. Поэтому можно очевидно сказать, что ВУЗ делал очередной шаг вперед. Мы узнали мнение наших сотрудников, видимо, наших студентов, которые, в общем-то, постарались реализовать в меру своих возможностей, в том числе и финансовых. Так как вопросы касались и вопросы затратных финансово. Поэтому говорить о достижениях университета можно много. Но самое главное достижение — это попадание в рейтинг КУЭС, международный рейтинг, к которому ВУЗ стремился я как ректор. Это и продвижение в рейтингах Экспертра, Интерфакс, РИА. Поэтому все эти моменты, которые нам позволили усовершенствовать, улучшить процесс своей работы, мы учли в процессе своей работы. В прошлый раз вы смело согласились ответить на все вопросы. В этот раз мы оставляем такой же формат. Я думаю, не должно быть секретов для телезрителей в нашей работе. Поэтому, безусловно, когда вопрос стоял, когда мы планировали это интервью, вы будете отвечать на все вопросы. Я согласился. Даже на самые такие каверзные вопросы я готов ответить. Хорошо. Тогда первый вопрос, может быть, немножко не касается вас. Некий Антон сказал, не завидую теперь отделу пресс-службы. Это ж нужно все ответы написать. Долго готовились к ответам? Ну, в общем-то, хороший ректор живет делами университета. И он знает всю проблематику университета. Поэтому, безусловно, я заходил много раз на сайт, я просматривал те вопросы, которые в процессе нашего плана задавались. Безусловно, я готовился к ответам, чтобы они были точны и достоверны, чтобы никто нас не мог обвинить в том, что ректор, например, не знает средних заработных плат по университету. Поэтому, да, велась подготовка вновь. И я скажу, что вот в процессе вывешивания на сайт 46TV предложение провести интервью и попадание вопросов туда, да, я внимательно, даже находясь в командировках, заходил с мобильного своего устройства и читал эти вопросы. И в уме как-то складывал, как бы я ответил, когда будет интервью. Ну, сегодня этот час настал. Я буду отвечать на все вопросы, которые задали телезрители в процессе, ну, подготовки к нашему интервью. Ну, хорошо, раз зашел, сразу зашла речь об окладах, давайте с этого вопроса и начнем. Когда вы поднимете оклады преподавателям? 12-15 тысяч для преподавателей доцента, позор для УЗа, пытающегося лидировать хоть в чем-то. Ну, мы сначала будем задавать вопрос, такой я для себя иногда задаю. Безусловно, я встречаюсь с нашими сотрудниками, да, и мне как ректору, я всегда им говорю, мне стыдно, когда наши преподаватели зарабатывают 12-15 тысяч рублей в месяц. Я как ректор создаю все условия для того, чтобы велась не только образовательная деятельность, но и научная деятельность. Стыдно, когда в университете работают такие преподаватели. Ко мне приходит очень много, начиная от студентов, которых я недавно принимал, которые предлагали массу идей, в том числе продвижение университета, зарабатывание ими. Это были студенты первого-второго курса у меня в гостях, которые делали какие-то интересные предложения. Безусловно, я часто встречаюсь с своими преподавателями, как раз зарабатывающими. Совсем недавно был разговор с кафедрой пищевых продуктов и товароведения, да, о том, что я честно сказал, мне стыдно, что у вас доценты получают 15 тысяч. Почему нет инициативы? Почему вы не пришли к ректору, не предложили провести научные исследования, поучаствовать в проектах и грантах? Ведь государство очень значительно поддерживает все наши движения вперед, в том числе продвижение в науке. У нас масса, например, если брать конкретно вот эту кафедру, масса предприятий, которые выпускают продукты питания. Почему не усовершенствовать? Почему не сделать определенные предложения по определенным добавкам, да, витаминизированным добавкам? Потому что мы живем в том обществе, куда очень много химии в продуктах тех же питания и с другими кафедрами. Безусловно, готовясь к этому вопросу, да, я приблизительно запросил нашу бухгалтерию, экономистов, сколько получают же наши преподаватели. Старший преподаватель, средняя зарплата за 15-й год без декабря, когда мы выплачиваем достойные премии. И премия 5 выплачивается в зависимости от вложенного труда в развитие университета. Но средняя зарплата старшего преподавателя 23 293 рубля. Доцент без декабря 32 203 рубля. Но опять, средняя зарплата, она складывается у одного доцента, может быть, более 100 тысяч в месяц, а у другого 15. А средняя получится, мы можем посчитать между двумя людьми. Безусловно, тот, кто не участвует в жизни университета, кто не пишет статьи. Я как ректор, а еще будучи проректором, ввел предложение по стимулирую научной деятельности. Пожалуйста, напиши статью в журнал, получи премию. Напиши статью в журнал «Скопус», получи 10 тысяч премий, которые мы будем в следующем году повышать цифру премирования. Нужно подработать, пожалуйста. Когда люди получат второе высшее образование, мы направляем своих преподавателей, и они дополнительно ведут почасовую нагрузку до 300 часов в год. И все это складывается в среднюю зарплату преподавателя. Поактивнее, я бы хотел Илье порекомендовать, поактивнее участвовать в жизни университета, активно участвовать в грантах, активно участвовать в научных исследованиях. И тогда зарплаты не будет 12-15 тысяч. Я привел среднюю зарплату. Она очень достойна для Курского региона. И я забочусь, и мне стыдно как ректору, что какой-то доцент кто-то получает. Я жду у себя в кабинете с предложениями. Что будем делать? Как будем продвигать? У каждого завкафедра есть план повышения заработной платы, но бюджет его за определенным ограничен. И поверьте, даже эти 12-15 тысяч – это выше, чем установило государство. Это определенный порог и те должностные оклады, которые установило государство. Я плачу вне бюджетной надбавки преподавателям, даже независимо от того, что он сделал полезного или не сделал. В принципе, я считаю, как ректор, я создаю условия для зарабатывания денег в университетах. Получать их, да, можно, но вот в размере 12-5 тысяч. А зарабатывать можно бесконечно много. Я всегда говорю всем, получайте хоть миллион в месяц. Я как ректор не вмешиваюсь в эти дела. Но это нужно заработать. Это да, это не пришел на пару, а читал и ушел. Это нужно еще и поработать и дальше. А Илья порекомендую писать публикации, регистрировать в Управлении национального развития. И ежеквартально получать дополнительные премии вуза, которые мы выплачиваем. И уже не будет 12-15 тысяч зарплаты. Поэтому вот такие, ну, можно привести, что ряд доцентов у нас получают почти там свыше 100 тысяч – 123 тысяч, 125 тысяч в месяц. Но это дополнительная заработная плата, которой они идут научные исследования. Пока я еще не отказал ни одному человеку в поддержке его инициативы. Да, безусловно, мы взвешиваем финансовые возможности, если это касается затратного механизма. Мы взвешиваем финансовые возможности нашего университета. Ну, и бывает, что иногда немножечко откладываем этот процесс, потому что есть более, может, приоритетные задачи. Но все равно мы это реализуем изо дня в день. Понятно, хорошо. Следующий вопрос. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Пару лет назад Курск хвастался тем, что студент ЮЗГУ стал студентом Сколкова. Совсем недавно в прессе появилась информация о том, что выпускница ЮЗГУ, девушка с тремя восклицательными знаками, попала в Сколково. Первый вопрос. В чем ваш секрет? Это стратегия обучения или все-таки талантами рождается? И второй вопрос. После того, как они попали в Сколково, чем занимаются? И, может быть, главный для нас вопрос, поддерживают ли они связь с ВУЗом? Ну, безусловно, для нас было очень почетно, когда открытый университет Сколково объявил о первом своем наборе. Единственный студент регионального ВУЗа – это Илья Комягин, который поступил в этот университет. Талантливый мальчик, но еще тогда студент, который, ну, наверное, раз в портал как минимум приезжал к нам в университет. Мы с ним лично встречались, обсуждали. Он рассказывал, как учат, чему учат в Сколково. Это, в общем-то, было для нас определенным тоже уроком для того, чтобы усовершенствовать. Я не могу сказать, что кто-то рождается более талантливым, а кто-то менее талантливым. Все зависит от трудоспособности, от способности ребенка, который учится в университете. Каждый наш педагог старается, чтобы любые таланты наших детей были раскрыты. Кто-то раскрывает их в спорте, и мы знаем достижения Юго-Запада университета. Кто-то раскрывает их в культуре, и мы тоже знаем, что наши казачки привезли казачий круг, Центральный федеральный круг, город Курск, победив. Кто-то раскрывается в науке. Вот Илья поставил для себя задачу, да, помогать, вот яма, которая существует между научно-исследовательскими разработками и внедрением в промышленность, помогать в этом ключе. Он изучал, учился по бакалавриату инноваций, поэтому, поучаствовав, он выиграл, попал в Сколково. Сейчас у нас Илья, в общем-то, мы поддержим с ним наше взаимодействие, общаемся. Он регулярно приезжает в Курск, он работает в фонде поддержки IT-инициатив, продвигает новые проекты, в том числе и Юго-Западного университета. Ну, а то, что сейчас у нас наша, в общем-то, выпускница, которая Гуляева Светлана, обучается в открытом университете Сколково, это опять ее заслуга. Я как ректор поддерживаю это движение. Я хочу, чтобы наши дети получали еще образование и переносили в ВУЗ какие-то интересные идеи с других университетов. В том числе и один из таких, я считаю, интересных ведущих на открытом университете Сколково. Сейчас Светлана была у меня, мы с ней обсуждали массу вопросов, и я как ректор и предложил прийти инженеру в Международный центр трансферотехнологии, параллельно с обучением в этом университете, работать в нашем университете на этой должности. И я скажу, что я регулярно сейчас вижу такие, когда происходят молодежные инициативы, совещания такие молодежные, что Светлана привносит интересное направление, изучая там опыт международных определенных трансферотехнологий. И она и молодежь учит, передая им знания, полученные там. Но, в общем-то, и у нас, и нам, мне как ректору, есть чему даже поучиться и у нее. Поэтому я с огромным удовольствием с ней беседую. А то, что это девушка, да это замечательно. Не одни же мальчики должны учиться в университете. Поэтому вот есть талантливые девчонки, их много. Но она вот рискнула поучаствовать в этом конкурсе и попала в университет. Я считаю, что каждый из наших ребят, он может участвовать в своеобразных конкурсах на обучение, вот, может быть, и в зарубежных университетах, в наших ведущих университетах. И как ректор, в общем-то, это поддерживает. Понятно. Тогда следующий вопрос. Юго-Западный университет ассоциируется у многих как космический вуз в Курске. Ракета, спутники, визит космонавтов планируете ли вы создать кафедру или факультет, связанный с космосом? Ну, вопрос прямо в точку попал, потому что мы буквально в начале декабря, проводя ученый совет, объявили о создании кафедры космического приборостроения и систем связи. Мы немножечко реорганизовали факультет фундаментальной прикладной информатики, создав, ну, немножко реорганизовав кафедры. Рождение кафедры, ну, ракета — это наше устремление вверх, ввысь. И мы знаем, что мы очень плотно работаем по этому направлению, создавая спутники студенческие, создавая международные спутники. Сейчас ведется работа над российско-эквадорским студенческим спутником. Это, в общем-то, обходится Эквадорской стороне в 300 тысяч долларов. Спутник практически готов. Он проходит испытания. И где-то в мае-июле, когда будет запущена ракета с космодрома Банконур, будет выведен этот спутник на орбиту. Подготовив до него еще три спутника, у нас уже есть богатый опыт. И поэтому, приехав сюда, Чернявский Александр Григорьевич, заместитель генерального конструктора Роскосмоса, он не только предложил, чтобы на вывеске, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», прошу прощения, на вывеске, которая висит над РКК «Энергия», что приглашаем выпускников МГТУ имени Баумана, МФТИ, МИФИ, появилась через запятую «ЮСГУ». Мы ознакомились с нашим университетом его. Он посмотрел наши наработки и лаборатории по разработке малых космических аппаратов. Он был впечатлен. Одно из его предложений – мы вошли в национальную платформу госкорпорации «Роскосмос» РКК «Энергия». Это называется «Легкие и надежные конструкции». Буквально на ВУЗ «Промэкспо», которое прошло совсем недавно, неделю назад закончилась эта выставка, как раз Александр Беревич, нашему замминистру, говорил очень много о том, что мы планируем сделать с Юго-Западным университетом. И одно из предложений было, чтобы Юго-Западный университет стал головным университетом в Российской Федерации по международным космическим студенческим проектам. Это признание наших успехов и достижений. Буквально в конце января, начале февраля к нам приезжает заместитель президента РКК «Энергия» по кадрам, и мы подпишем торжественные обстановки соглашения о подготовке кадров по направлениям космическое приборостроение. Мы открываем профиль, потом профиль авиационное приборостроение и ядерное приборостроение. Все, что у вас требовано сейчас на рынке труда. И эти специалисты будут на расхват, и их зарплаты будут соответствующие очень высокими. Поэтому спасибо за вопрос нашему телезрителю. Но, видимо, он уже знал, что мы в этом ключе работаем. А можно небольшое дополнение? А много ли УЗОВ подобного уровня сотрудничать с Роскосмосом? Пул университетов совсем небольшой. Я скажу так, что мы являемся равноправными партнерами, и мы входим в эту платформу национальную. Это Бауманка, это МАИ, это Томский политехнический университет, теперь Юго-Западный университет. Мы и входили как бы в Пул, но создана такая ассоциация университетов, которая входит в национальную платформу, где мы, ректора, подписали соглашение о создании этой ассоциации. Поэтому порядка десятка университетов, которые в России могут похвастаться о том, что либо они когда-то выводили спутники, либо они сейчас готовят спутники. Но с гордостью могу сказать, что мы помогаем и Томскому политеху сделать спутник. Мы делаем для них платы для того, чтобы они выпустили в космос. Мы их прошиваем, сделаем определенные прошивки. И они нам за это, в общем-то, платят за это даже деньги, будем так говорить. Поэтому это признание в том числе о том, что мы стоим на самых передовых позициях в этом направлении. Я не считаю, что это элитарный клуб, я считаю, что это клуб, который заставляет еще более тщательно работать и понимать, что приборы на Земле и приборы в космосе – это совершенно разные вещи. И то, что работает у нас здесь, и поднять его в 400-500 километров над Землей, оно перестанет работать. Поэтому испытания и вся приборная, элементная база, она совершенно иная. И наши студентки, ребята, должны знать, как это создавать, как это испытывать и как это выводить в открытый космос. Хорошо, возвращаемся с небес на Землю, причем к самым-самым бытовым вопросам. Их несколько было. Давайте первым. Когда будет произведен ремонт актового зала ЮЗГУ? Есть еще один вопрос, который пришел самым последним. Я его рискну задать сейчас же. Когда будут отремонтированы туалеты в университете? Знаете, такое ощущение, что с нашего ректората, который происходит в понедельник в 10 утра, начинается. Какая-то утечка информации идет. Полная утечка. Надо, конечно, будет с этим разобраться. Мы только в этот понедельник. Я ставил задачи. Театр начинается с вешалки. Любое учреждение и организация начинается с туалетов. Я недавно... Подождите, ну давайте как-нибудь по-другому. Давайте все-таки с вешалки, с гардероба. Ну, вроде как гардероб работает, жалоб пока нет. Но я недавно сам лично, придя рано утром, просто взял и прошел. По местам общего пользования, будем так их называть. Да, наверное, уже более 10-15 лет к туалетам не было никаких подходов. Но мы, понимаете, опять возвращаясь к финансам, в силу определенной ситуации, государство немножечко сокращает объемы финансирования, в том числе и на капитальные ремонты. Поэтому мы тратим вне бюджета наши заработанные средства на эти вещи. Конечно, первоочередное мне было создать условия для проживания наших студентов в общежитии. Если, например, ряд корпусов у нас замечательные, там европейские условия проживания, то часть, например, тот же В-корпус, который, в общем-то, ну, у меня болела душа за то, что у меня живет там масса наших ребят, приехавших из других регионов, из наших районов Курской области, да, и у них были, ну, достаточно некомфортные условия проживания. Хотя, побывав в Москве, в общежитии, они приезжают и говорят, что В-корпус у нас европейский по сравнению с тем, что они жили в Москве. Но все равно мне как ректор это не устраивало. Безусловно, я в первую очередь хотел создать для них условия. Мы отремонтировали туалеты, и сейчас иногда улыбаются коменданты, говорят, самое красивое место в В-корпусе – это туалеты. Но до этого мы постелили кирогранит на площадках, в кухнях, сделали определенные, поменяли окна на пластиковые, да, это все финансово затратные механизмы. Теперь мы сделали туалеты, теперь стоит задача нам сделать, восстановить, там, пару десятков лет, как были закрыты душевые в В-корпусе. И все ходили в общий душ. А мне очень хочется, чтобы ребят были такие же, как и в А и В-корпусе, комфортные условия. У них был собственный, на одну секцию, собственная душевая кабина была. Поэтому уже занимаемся, там, снимаем старый кафель, все готовимся, чтобы с Нового года потихонечку, поэтажно, посекционно мы восстановили душевые. Но, безусловно, мне очень хочется, чтобы в университете были очень удобные, комфортные места общего пользования. Поэтому в этот понедельник я поставил задачу в Умпроектора разработать и мне сделать буквально вот в следующий понедельник предложение план-график ремонта туалетов в корпусах Юго-Западного университета. Я не могу сказать, что это мы сделаем за один месяц, но мы каждый месяц будем, по крайней мере, минимум делать один этаж. У нас есть мужчины, у нас есть женщины. Вот два этих места, общепользованные, ежемесячно будут приведены в самое красивое состояние и удобное для пользователей. Теперь про актовый зал. Ну, актовый зал – это тоже определенная головная боль. Я вспоминаю, что когда-то в 1981 году я поступил еще в то время в Курский политехнический институт, и актовый зал был точно таким. Это какая-то историческая память. Но если в туалеты я, например, могу вложить деньги и сделать их небюджетные, то, бессловно, мы обратились к Министерству образования и науки Российской Федерации о том, чтобы нам помогли в 2016 году финансово и в том числе отремонтировать актовый зал. Мне очень хочется иметь комфортабельный, самый современный, оснащенный самой современной и света, и звукотехникой актовый зал. Если наш читатель, наш телезритель как бы тоже волнуется, это приятно, когда люди переживают, когда люди интересуются этими вопросами, но я хотел бы сказать, что это очень большие финансы. Я должен понимать, что я должен это сделать очень в короткий срок, то есть я должен, условно говоря, накопить деньги. Это так, как строительство бассейна. Мы готовились три года, я все время, ежегодно оставлял переходящий остаток финансовых средств и увеличивал его, потому что я понимал, что заходя на стройку или на ремонт, я это должен в кратчайший срок сделать. Я не могу растянуть их на два года, на три года, потому что этот зал очень востребован. У меня будет там три-четыре месяца для его полного ремонта. То есть я должен понимать, что у меня есть финансы, и я могу вложить, и я полностью его сделаю самым современным. Делать определенные косметические ремонты? Да, делаем. И это видно, да? Прохудилась сцена, да? Мы покрыли ее, мы покрыли ее два года назад. Наши же сотрудники это сделали со 2 января, выйдя на работу. Теперь хорошее, удобное. То раньше торчали гвозди прямо на сцене, я очень волновался за детей, особенно которые танцуют. Теперь я как в этом спокоен. Мы хотели сделать для КВН определенные занавески, там все прочее. Мы это сделали. Мы понимаем, что занавески для КВН, а для других мероприятий должно быть что-то другое, мы повторили это. Бессловно, мы рассчитываем, наша встроительная факультет помогает нам делать эти расчеты, как, что, чего. Бессловно, надо утеплять актовый зал. Надо, потому что, подводя к каким-то зимой мероприятиям, мы его за три дня прогреваем. Потому что этот проект, который был построен в центральной терроземной полосе России, поверьте, он где-то был среднеазиатский проект. По теплу, по энерготеплу, который есть в положении, это трудно соблюсти. Его нужно хотя бы сделать вентилируемый фасад и всего этого корпуса. Мы к этому готовимся, мы готовы, но для этого нужны очень большие финансовые средства. Еще один вопрос про средства. Планируете ли создать безбарьерную среду для лиц с ограниченными возможностями? Во-первых, во многом у нас эта безбарьерная среда есть. То, что у нас недостает, мы опять же, буквально, Владимиру Ильичу Бредихину, нашему проректору про развитие имущественного комплекса, задача поставлена, в следующий понедельник он докладывает. Если в этом корпусе, в главном корпусе, у нас она создана, эта среда, у нас лифтовые лифты замечательные. И два года назад, когда у нас обучался инвалид-колясочник, да, и мама подвозила его на лифт, он перемещался свободно по этажам, то первый, второй учебный корпус, конечно, вызывает определенное это. Но буквально в январе месяце закупаются откидывающиеся пандусы, ставятся туда, и специальные устройства для подъема инвалид-колясника по этажам. Наши ребята очень отзывчивы, они и на руках отнесут. Но эти приборы и устройства, это не только головная боль телезрителей, это головная боль наша, и это поручение Министерства образования и науки РФ, и мы его обязаны выполнить. И я могу ответить телезрителю, что буквально январь-февраль эти вещи будут установлены в первом-втором учебном корпусе, и будет полностью создана безбарьерная следа, и в том числе мы готовимся для того, чтобы все надписи начинаем менять, для того, чтобы слепые, если вдруг будут у нас учиться, сейчас пока нет таких граждан у нас, но чтобы все было им и на ощупь было понятно. Лифты покупаем уже с этими элементами, даже для слепого, когда он может нащупать и понять, какой это этаж, нажать кнопку, все. Это подготовка. Ну, это тоже затраты, это финансовые затраты. Понятно. Про затраты и про бассейн. Как попасть в бассейн обычному человеку, не имеющему отношения к университету, и есть ли группы для детей? Ну, и вопрос стоимости тоже открыт. Я цитирую вопрос. Ну, все знают, где расположен бассейн. Надо просто доехать до Юго-Западного госуниверситета, поставить машину на бесплатную стоянку, которая расположена по улице Аэродромной, пройти 50 метров, зайти в бассейн ФОК Юго-Западный, да, и все вопросы снять эти. Пожалуйста, для жителей города Курска двери открыты. Группы, огромное количество детей обучается плавать. Огромное количество. Три профессиональных тренера. По обучению наших детей плавания работают в ФОК Юго-Западный. Наверное, за день проходит, наверное, до 10-15 групп детей, которые обучаются. Вот, мы буквально в этом году, в конце этого года, мы проводили соревнования среди детей, которые пришли и вот год отзанимались. Это было уникальное мероприятие, это пришли масса родителей, это было такое эмоционально положительное соревнование, да, когда детишки плавали, приходил кто-то в первом, и мы уже видели, даже я присутствовал при этом, да, видел, как дети, которые пришли, которые вообще не умели ничего и даже держаться на воде, и вдруг мама, родители видят, как он здорово плывет. Ну, конечно, кто-то лучше, кто-то хуже, как, в общем-то, в жизни в этой. Поэтому телезрителю могу сказать, что, пожалуйста, ФОК Юго-Западный, где у нас бассейн, у нас не только можно позаниматься плаванием, у нас занимаются дети учатся танцем, и замечательно, тоже огромное количество детей ходит. У нас, пожалуйста, если родители отправили ребенка потанцевать, они могут в этот час пойти и позаниматься для наших уважаемых дам. Есть все виды фитнеса, и степ, и стрит-пластик, их очень много. Честно говоря, это не профессионал в этом деле, но профессиональные тренеры ведут занятия, и даже наши сотрудники очень много ходят туда. Ну, а по стоимости, это тоже, наверное, есть директор, есть обслуживающий персонал, которые работают, они все расскажут, все покажут, проведут экскурсию по ФОКу, расскажут о воде, потому что там уникальная вода, там содержание хлора меньше, чем в питьевой воде, там находится в бассейне. Поэтому милости просим, будем рады видеть еще жителей нашего города, которые будут заниматься такими здравлющими процедурами, в том числе акваэробикой. Понятно, в общем, можно посоветовать нашему читателю, зрителю, просто самому не задавать вопросы в интернете, а доехать. Доехать. У нас очень небольшой город, это 15-20 минут, и вы находитесь у нас в гостях. Хорошо, теперь у нас как-то вопросы цепляются друг за друга. Вы сказали поставить машину на бесплатную стоянку. У нас два вопроса по стоянкам. Вопрос по улице Челюскинцев. Когда на улице Челюскинцев сделаете автостоянку для своих студентов, в гараже, заблокированные машинами студентов. И второй вопрос, как ректор ЮСГУ относится к тому, что рядом с университетом на газоне паркуются автомобили. Даже на снимке из космоса 2012 года виден автомобиль на газоне. Но тогда случаи парковки были единичными, и газон не был разрушен. Сейчас там происходит массовая парковка, во что превращен газон. Лучше посмотреть вживую. Но сейчас вживую мы посмотреть не можем, потому что снег. Но вы это все равно видите. Я даже радуюсь такому вопросу, что наши телезрители изучают даже снимки из космоса. И то, что им интересна эта ситуация. Конечно, досадно, что наши ребята, студенты или кто-то еще, как бы, я начну на второго вопроса, по газону, да, заезжают на газон и портят его. Но откровенно говорю, вот, в Юго-Западном институте когда-то была, и сейчас есть команда по антиэстетической безопасности, мы четко очертили свою линию. В Юго-Западном институте, где несем персональную ответственность за содержание этой территории. Безусловно, по ходатайству города мы ухаживаем еще за рядом территорий, за рядом улиц, там, за проспектом Клыково, когда есть команда, за нами закреплено определенные участки. Мы ведем эту работу в разъяснительной среде студентов. Но поймите, что это же наши дети. Это и наши, и тот, кто написал. И соседский ребенок, может быть, он ставит эту машину на газон. Да, мы стараемся, и службы безопасности предупреждают, но и разный уровень воспитания этих детей. В том, что такое огромное количество машин появилось, это просто говорит о том, что куряне очень замечательно живут и богато. Раз имеют содержать себе машину, купить еще ребенку машину, это радует. Если мы вспомним, что когда-то их было очень мало в городе Курске, поэтому те стоянки, которые были организованы бесплатно, они были достаточны для того количества объема машин. Но каждый месяц, если мне не изменяет память, может быть, сейчас поменьше, но в хорошие годы до трех тысяч машин новых регистрировалось в ГИБДД. Даже до десяти тысяч машин регистрировалось в ГИБДД. То есть благосостояние растет, а инфраструктура, безусловно, падает. И культура, наверное, падает. У нас есть стоянки, которые для студентов здесь и на улице Аэродромной. Но если на улице Аэродромной она днем почти пустая, но ни у кого нет желания. И проложены дорожки специальные. И нужно от этой стоянки дойти до корпуса университета. Это 5-7 минут. Но, видимо, культура, которая воспитана в том числе родителей, ведь это дети, которые к нам пришли из воспитания родителей в школу. Нам их уже тяжело перевоспитать. Вот такая культура. Что если он может просто заехать на газон, конечно, это беда. Ну, я хотел бы попросить и поддержки наших телезрителей, которые это видят. Есть и ГИБДД. Сообщить, что где не положено стоять на газонах, за это выписывается штраф. Пригласить просто, позвонить и пригласить ГИБДД машину. Потому что нельзя же только ответственность возлагать на наш университет и говорить об этом. Наверное, ректор должен около каждого газона стоять. Да, получается, что ректор должен выходить, ловить каждую машину, вызывать ГИБДД. Но помогите, вы общественность, вы болеете за это. Помогите нам навести порядок. Поверьте, мы не безучастны в этом вопросе. Мы хотим, чтобы была культура у наших студентов. И вот если брать, например, 90 замечательных процентов ребят, то 10. Ну, может быть, вот таких есть людей, которые вот им все равно, куда ставить машину. А, тут нет, значит, я сейчас перееду и заеду на газон и поставлю. Досадно, обидно, но это и факт, и есть факт. Ну, а по Челюскинцев, ну, что могу сказать, опять по Челюскинцев. Территория вуза очень ограничена. Если нам подскажут, где можно сделать стоянку для машин наших студентов, мы готовы это сделать. Мы, безусловно, и нам звонили и жители домов, да, мы, безусловно, проводим эту работу. И наш преподавательский корпус обращается к ребятам. Ребята, обязательно, даже если вы поставили машину, учтите, что кому-то надо проехать, кому-то надо выехать. Но опять это определенная категория лиц, которые наплевательски относятся к другим людям. И мы это видим не только же только около Юго-Запада, но и все это. Мы это видим на дорогах Курской области, да, когда становятся два ряда машин, и уже третий не может проехать, а ему плевать. Это мы видим в своих подъездах. Когда он идет с гвоздем, царапает, а мама его ведет в детский сад, а он в это время подъезд царапает. И все соседи молчат об этом, да. Это наша общая беда и проблема. Надо всеобщими усилиями это делать. Мы не прощались к жильцам, мы директорам ТСЖ, да. Поймите, опять нас совсем обрезали на улице Челюскинцев, да. Да, стоянка есть. Мы разрешили, чтобы не занимать места, преподавательскому корпусу заезжать уже на территорию университета, да. А у нас есть еще параметр антитеррора, который определенные машины, ну, не досматриваем мы студенческие машины, пропускаем по студенческим билетам на стоянку, но она опять имеет очень ограниченный объем вмещения машин. А то, что какое количество приезжает автомобилей. Я живу на Лысой горе. И когда я днем там пробираюсь по Челюскинцам, проехаться невозможно. Рядом с нами МЧС, рядом с нами 44-я гимназия, рядом с нами АСКО-Курск, рядом с нами еще масса фирм и компаний. Жилой дом отстроили. Там студентам скорой ставить негде будет машину, потому что отстроили жилой дом с крохотным двором, без подземной стоянки, да. И всю площадку это займут уже не студенты, а жители этого дома, которые приедут с машинами. Поэтому вопрос отпадет по студентам. Будет борьба между домами уже. Но Челюскинцев все равно продолжится. Да нет, Челюскинцев очень забитая, да, коллапсов, плюс Центральный банк, плюс Первая школа искусств, да. Такой насыщенности общественными заведениями, наверное, ни одна улица не знает, как Челюскинцев. Ну, вот я говорю, иногда радуюсь, что наши ребята приезжают на таких машинах, что даже нашему профессору. Иногда не купить такую машину, да. А второе, конечно, приходит она досада, что неуважительно относятся друг к другу. Мы стараемся, могу телевизор сказать, мы стараемся воспитать в детях уважение друг к другу и к другому. И вот эти программы СтопХам, когда идут, да, мы же видим, и мы бы не хотели, чтобы наши студенты были вот такими автохамами, будем так говорить. Но, как говорят, в семье не без урода. Поэтому у нас тоже, наверное, есть такие. Хорошо. Не будем о грустном. Давайте о скором, ну, теперь уже скором, очередном приеме и подготовке будущих студентов, абитуриентов. Сергей Геннадьевич, во многих возрах страны работают курсы для учащихся общеобразовательных школ. Причем рассчитаны они не только на 9-10 класс, но и ребят младшего возраста. Если, сокращаю, есть ли в Южгут такие курсы, в частности, интересуют занятия для детей 8 классов? Ну, это давайте первый вопрос. Ну, курсы подготовки у нас до 10-11 классов есть, безусловно. Но, понимаете, мы все-таки же высшее учебное заведение. Готовить по физике, химии, математике, русскому языку, восьмые. Мы, получается, что будем замещать школу? Есть школа, да? Я считаю, что там должен давать основной комплекс знаний, который позволит дальше его развивать, сдавать хорошо ГИА в 9 классе, сдавать хорошо ЕГЭ в 11 классе. Ну, а мы, как бы, занимаясь 10-11 классом, как бы ребят готовим для того, чтобы они лучше сдали ЕГЭ. Ребята некоторые занимаются репетиторами, некоторые ходят у нас в университет, некоторые ходят в другие университеты. Безусловно, мы занимаемся младшими классами. Вот только буквально Сергеем Чавычевым, мы обсуждали нашим доцентом, будущим доктором технических наук, который занимается и с младшими классами. Начиная с 5 класса, вот сейчас 40 человек ходят на занятия на кафедру мышечной технологии и оборудования и занимаются КЭТКМ-системами. Это здорово. И многие кафедры создают такие кружки, которые занимаются, и не только моложе 8 класса, занимаются дети, которые интересуются определенным направлением. Это можно. Но замещать школу нам, как вузу, не очень бы хотелось. Все-таки школа должна давать основной комплект знаний. Может быть, если эти знания не хватает, обратиться к школе или поменять школу, если она плохо преподает эти знания. Хорошо. Следующий вопрос. Неоднократно обсуждался вопрос о возвращении военной кафедры. Можете прокомментировать эту информацию? Вопрос, который задается на всех днях открытых дверей. Что будет с военной кафедрой? 20 ноября этого года член коллегии военно-промышленной комиссии Олег Викторович Мартиянов пребывал у нас в университете. Мы провели такое оригинальное совещание в том числе и с предприятиями промышленности, которые работают в области военно-обороны промышленной. Потом показали инфраструктуру и наши научные разработки. Показали и структуру университета. Наши возможности. Была очень высокая оценка Олега Викторовича Мартиянова, а с ним были еще масса представителей Министерства обороны, которые очень высоко нас оценили. И я докладывал на совещании о готовности университета открыть, наверное, не просто военную кафедру, а военный факультет. По четырем самым перспективным военно-учетным специальностям. Это и эксплуатация, и сопровождение боевых роботехнических комплексов, это радиомониторинг, это средства и методы радиотехнической мониторинга и радиоэлектронного мониторинга. Вот по этим четырем военно-учетным специальностям. Мы подготовили учебные планы, мы представили Олегу Викторовичу и сотрудникам Минобороны на рассмотрение, они, посмотрев, одобрили. И Олег Викторович, наше обращение к нему о поддержке открытия военного факультета на базе Юго-Западного России полностью поддержал. Сейчас документы находятся в Министерстве уже обороны за письмом члена коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Олега Викторовича Мартиянова, находятся на рассмотрении замминистра обороны России. То есть можно в скором времени ожидать, как вы пишете? Да, мы ожидаем. Мы будем работать над этим. Хорошо. Как вы прокомментируете очередную вам услуг об объединении курских вузов? Ну, я знаю позицию нашего губернатора Александра Николаевича Михайловна, который говорит о сохранении четырех университетов. Это глава нашего региона и никто, я думаю, из сферы образования спорить с губернатором не будет. Я как ректор тоже поддерживаю его мнение. У нас вузы самодостаточны, поэтому мы остаемся так, как есть. Поэтому слухи ходят, они порождаются, наверное, из Москвы, как бы вот инициативы нашего министерства образования, но у нас есть губернатор, который как бы стоит на этой позиции, и я полностью поддерживаю меня губернатора. Хорошо, теперь у нас очень немного времени. Вопросы остались. В заведующей кафедре ПИ, что такое ПИ? Это, видимо, программная инженерия, кафедра, видимо. Грозится недопустить до защиты диплома людей, у которых нет статьи, зарегистрированные в РИНС, и внедренные программы. Как вы можете это прокомментировать? Ну, если такой факт существует, то заведующая кафедра превышает свои полномочия. Мы приветствуем то, чтобы наши студенты публиковали свои научные работы и выходили из университета уже с определенным портфолием, в том числе и научным портфолием. Но заставлять кого-то, особенно журналы, которые входят в российский индекс научного цитирования, это не специфика для студентов. Это либо его есть желание, либо нет. Заставлять никто. Я, безусловно, с этим разберусь и поправлю. Если этот факт имеет место, я поправлю заведующие кафедры. Получал у вас второе высшее образование, проучился полтора года. В силу множества обстоятельств учебы пришлось забросить. Возможно ли восстановиться спустя три года? Если так, как это сделать? И как быть уже частично оплаченным обучением? Ну, конкретно эти вопросы надо разбирать с конкретным человеком. Я предлагаю прийти в нашу приемную комиссию, аудитория 205, сказать, что восстановиться можно. Три года – это допустимый срок, но надо учесть, что программы бакалавриата, магистратуры, они меняются ежегодно. Но каждый год мы разрабатываем свою программу обучения, свой учебный план. Поэтому надо просто прийти в 205-ю аудиторию, пообщаться, показать свои документы, по какому причине было отчувствовано. Если по связи с призывом вооруженной силы Российской Федерации и учился на бюджете, то несмотря, есть ли бюджетное место, мы восстанавливаем. Если был на вне бюджета и отчислен за неуспеваемость, то, милости просим, если человек одумался, созрел, то мы ждем его число студентов, и он хочет учиться, получить образование высшее. Милости просим, ждем. Но вот нюансы некоторые, по количеству предметов, которые нужно доздать, и так далее, пожалуйста, милости просим 205-ю аудиторию, улица 50 лет октября, 94. Плохо, что вы не общаетесь с большинством своих сотрудников. Ваше общение происходит в основном с руководящим составом. Вы случайно не думали провести общение с каждым из своих сотрудников хоть по 10 минут. Вам неинтересно, кто вам помогает в управлении такой огромной организации, как ЮСГУ? Мне как ректору очень интересно. И я знаю практически всех. Ну, по крайней мере, 99% наших сотрудников, начиная от уборщиц и кончая проекторами, я знаю. Двери ректора не закрыты никогда. Милости просим. И не на 10 минут. Если есть идеи, если есть размышления, какие-то инициативы, милости просим. У меня, я вам приведу в начале нашего интервью, что у меня были только вчера первый и второй курсы ребята с определенными инициативами. И очень хорошими. У ректора нет закрытых дверей. А сколько сотрудников, преподавателей в УЗИ вообще работает? В УЗИ сейчас находятся 1800 сотрудников. А 10 минут, это тогда у вас не на что остальное время? Ну, безусловно. Но если есть вопросы, которые требуют обсужденности, милости прошу нашему телезрителю, который задал этот вопрос, который помогает мне в управлении. И, если честно говоря, поверить, я знаю всех, кто помогает в управлении. Но если у него есть желание войти и с какой-то инициативой прийти и тоже продвинуть, я тоже рад увидеть, я тоже рад услышать. Но я не могу, у меня у ректора есть еще другие ряд вопросов, стратегического планирования деятельности университетов и продвижения университетов, которые вынуждают меня, в общем-то, и каждый раз, и очень большое количество общественной нагрузки по Москве, по линии Министерства образования. И я вынужден ежедневно бывать в Москве то на определенных мероприятиях, то на заседаниях в эшитационной комиссии и так далее, то подобное. Поэтому я работаю и субботу, когда ко мне приходят люди, я работаю и все находящееся, и рабочий день у меня складывается с 7 утра до 8, до 9 вечера. В любое время я буду рад увидеть. Давайте перейдем к больному вопросу. Юго-Западный университет всегда пропагандировал и пропагандирует здоровый образ жизни, славится своими выдающимися спортсменами, достижениями, поправлено все звания одного из самых спортивных в воздух страны. Скажите, почему вы курите? Вопрос, конечно, я видел вопрос. Ну, когда-то в жизни допускаешь ошибки. И когда-то, уже на первом курсе, мне очень хотелось сказаться старше, я закурил. Может быть, это было неприятно, но, наверное, это был показатель, что ты будешь старше. Ну вот, эта привычка дурная, привычка, она осталась. Да, безусловно, я дважды бросал и по полгода я вообще не курил и не тянула. Потому что я считаю, что бросить курить, это надо щелчок в каре головного мозга определенный, который переключает и организм не требует больше этого. Но ряд стрессовых ситуаций, это смерть мамы, потом у нас был тот инцидент с одним профессором, который и полгода не тянул и не хотелось, который прямо организм как будто сломается и опять тянет на эту гадость, будем так говорить. но я хочу сказать, когда я был совсем юный, не было того огромного развития спорта, того количества огромного спортивных сооружений, которые сейчас есть в Курской области. Я как ректор очень хочу, чтобы наши дети не курили, наши дети занимались спортом, для этого мы построили бассейн, для этого мы отремонтировали зал, для этого мы создали автодром, где дети наши, более старшие, учатся, для этого мы создали все условия, для того, чтобы они занимались спортом, наукой и чем-то их отличить. Главное, чтобы они не утянулись и свою зрелость они показывали какими-то результатами. Ну, телезрителю я могу сказать следующее, что вот ему обещаю обязую в 16-м году бросить и не курить, чтобы таких вопросов больше не возникалось. Но я просто привожу пример, насколько Курская область за последние вреди при поддержке нашего губернатора Александра Николаевича Михайловна, насколько вот скоро будут сдаваться опять новые спортивные объекты в Курской области, где дети, занимаясь спортом, у них мысли даже закурить или что-то. Мы должны детей отвлечь от улицы. Я для этого тоже работал и сказал, что вот мы в ближайшее время торжественно уже ведутся занятия в этом зале новом, который с 97-го года был закрыт. Я специально спросил в спорткомплексе у наших старейших работников, с какого года один из залов не работал. Мы его отремонтировали, сделали, чтобы наши дети больше и больше занимались спортом, наукой, культурой и не занимались в общем-то нехорошими делами. И призываю в общем-то всех, что, наверное, допустим, вот на своем опыте могу сказать ошибку когда-то, хотелось казаться старше. И, наверное, в тот момент не было такой идеологии пропаганды противокурения. Ну, а как ректор обязуюсь тоже привести себя в здоровый вид и в 16-м году бросить. А еще приглашаю, планирую пригласить из Китая специалиста, мастера по боевому кунг-фу, по ушу, к нам должен переехать на работу и ходить заниматься у него, так как мне тоже интересны восточные единоборства. И думаю, что наши дети будут, а там курить будет запрет полный. Хорошо. О ваших личных пристрастиях можно узнать в наших полугодовых интервью на сайте университета. А есть ли у вас страничка ВКонтакте? И вы ее ведете лично или это делает представитель приемной комиссии? Вообще, что за странички ВКонтакте в конце концов? Есть ли она у вас и можно ли туда зайти и можно ли с вами подружиться? Ну, у меня очень много друзей в страничке ВКонтакте. Я скажу так, я регулярно ее просматриваю. Безусловно, есть вход, логин и пароль и у меня, и у Алексея Ивановича Пыхтина, как ответственность с первоприемной комиссии, которая иногда вывешивает какие-то интересные объявления. В силу того, что я очень много перемещаюсь, ну и как бы административной работы много, он иногда воспользуется моим же логином и паролем и вывешивает объявления о мероприятиях, Курска, какую-то информацию, да, но подружиться с удовольствием не всегда, конечно, бывает часто перемещаясь, есть время входить, отвечать, но работая в субботу-воскресенье, я часто захожу в собственную страничку, смотрю, увеличилось ли количество друзей. Там есть ряд фотографий, которые ставят, как говорят, лайки, да, что нравится, да, и очень радуюсь, когда растет это число. В общем-то, я наблюдаю, что потихоньку идет рост, рост из месяца в месяц, года в год, идет рост таких лайков, когда нравятся эти фотографии людям, да, это приятно, это приятно, потому что, ну, будем так говорить, век информатизации, век совершенно уникальных гаджетов, программного обеспечения, и поэтому, ну, пользуемся вдвоем, и я, и Алексей Иванович Пыхтин, как ответственная приемная комиссия, вывешивая новостные блоки определенные. Понятно, спасибо, когда наши читатели опять увидят вас на сайте. Ну, я считаю, что, наверное, это надо сделать ежегодный, как бы, небольшой мини-отчет ректора перед глазами работников нашего университета о том, что сделано, о том, что планируем делать, о том, как я вижу мой взгляд на определенные вопросы, которые задают телезрители. Это важно, это очень важно для меня, как ректора, слышать и иметь обратную связь, потому что, вот, работая, да, вот, общаясь с определенным кругом, иногда, может быть, что-то и упускаешь. Я же тоже человек, поэтому, вот эти вопросы, ну, они подстегивают и к самосовершенствованию самого лично, к самосовершенствованию. Это вопрос прокурения. Ну, пообещал, надо сделать.